Всем привет, друзья! С вами канал Супер отпуск на даче и у нас в сегодняшнем видео будет очень много красоты вот такой который вы видите у меня и это далеко не все что я вырастила в этом году на черенковала и пора друзья это как-то все пристраивать в саду заморозки у нас кончились подмосковье больше вроде слава богу нам их не обещают и не надо как-то это все начинает насаживать сад и в такие моменты я иногда думаю боже мой куда я это все начеренковала на выращивала населые семян и куда мне все это девать друзья и сейчас я вам во-первых покажу все что у меня здесь есть нет все не покажу даже не смогла радохитон принести там очень тяжелая кассета и сегодняшнее видео я хочу посвятить посадке растений кашпо покажу вам свои мысли по декору кашпо в этом году как вы можете уже видеть а может быть и видели в одном из моих предыдущих видео дать декор вот такой необычный кашпо мешковины сегодня расскажу как я это делала знаете еще интересную мысль пришла по декору мешковины так чтобы растение в горшке не перегревались поэтому оставайтесь с нами видео будет интересный покажу вам сколько паша наплел кашпо каких они разных размеров форм здесь задействованы и технические кашпо и старые кашпо и вот такие вот бутылки из-под воды посмотрите друзья что здесь только нет и вместе с вами сегодня задекорируем несколько кашпо я есть еще мысли по декору это не все что в моей голове поэтому друзья оставайтесь в это видео я очень люблю цветы в кашпо и если вы также любите украшать свой сад вот такими красивыми цветами любите вот такие вот мини садики в кашпо куда это все поставить украсить вот терраса там я не знаю порог вашего дома просто где-то поставить в саду я думаю это видео будет вам не только полезно но конечно же интересно ну давайте я начну вот с этой кассеты которую я несла это моя красавица тридисканция тридисканцию в этом году мне прислала одна моя подписчица настя из до приморского края из города свободный и она мне знаете вот вот из такого далека прислала черенки тридисканции она завернула их упаковала в пакеты друзья они ко мне приехали из города свободный вы можете себе представить я их все вот так вот естественно посадила в землю и они у меня уже ждут не дождут не дождутся когда я их высажу уже даже знаете некоторые черенки они у меня по два раза укоренились вот видите вот отсюда черенок шел и вот здесь уже в другом в другой кассете укоренился вот вот начало вот промежуток и вот его конец так что тридисканция ждет не дождется как когда я ее пересажу сортов много интересных друзья я не развожу тридисканции я на самом деле не выращиваю их советского времени и вообще забыл уж такой цветок существует на самом деле цветок это сейчас очень модный для озеленения садом не только квартирные сада и я в этом году тоже попробую его выращивать дальше друзья это конечно моя бегония бегония уже в кашпо пересадила бегоний клубнивы клубнивы бегония обожаю ну выращивание бегонии я имею такой немаленький опыт поэтому кому интересно друзья видео на моем канале очень много по выращиванию бегоний также я в этом году начеренковала друзья огромное количество пеларгоний как зональных так и плюс щелистных так все чуть-чуть подсохло надо поливать но вы знаете друзья вот как раз пеларгония она не любит перелива поэтому ее лучше пересушить кстати пойдемте вам покажу с каких красавиц я это все начеренковала и все эти черенки это малая часть это вообще не все черенки друзья мне еще очень много их в теплице и их все я начеренковала вот с этих красавиц они мне слегка подвяли потому что мы сегодня освободились ваш балкон все это выносили вот эту красоту и это маточные растения с прошлого года которые перенесли зиму у меня на балконе балкон у нас отапливается да там недостаточно прям очень что было тепло но и в то же время там нет минуса нет нуля поэтому растение перезимовали неплохо и вот эти все беларгоне ведь они все обрезаны они все обрезаны на черенки вот так много черенков у меня от того что я все по обрезала посмотрите как на пользу им пошла обрезка из прошлого года я даже не меняла землю да вот у этих и ларгоне посмотрите как много вот эти чуть-чуть бедненькие у меня подвяли как-то может быть сейчас выпрямим подвяжем придется даже подвязывать они стояли у меня на полках и тянулись к свету поэтому чуть-чуть вот так сейчас они повернуты в одну сторону и слегка подвяли у меня большое количество лаванды а той лаванды которую я в прошлом году зимой привезла из турции и это гибрид лаванды я думаю друзья скорее всего что это лавандин потому что в турции где я брала эти черенки лаванды это были громадные кусты и выше меня рост я просто привезла оттуда черенки но соответственно конечно они же будут такого же сорта и я во первых побоялась их посаживать к нам на улицу потому что ну вдруг они были бы не такие зимостойки хотя похоже конечно на ускалистую лаванду и в любом случае если это лавандин то это по-любому гибрид ускалисты лаванды по идее должен зимовать но вдруг да и места не было и я в прошлом году друзья решил их выращивать пока вот так в кашпо и как раз уже часть часть моей лаванды я вот декорировала кашпо из мешковины сейчас вам буду рассказывать как я все это делала и будем декорировать вместе с вами вообще мне кажется лаванда довольно таки неплохо смотрится вот в таком виде в кашпо из мешковины знаете всегда нежные в сочетании с грубым на контрасте смотрится очень красиво ну мое такое мнение у вас конечно может быть мнение иное они мне первоначально друзья высажены были вот такие технические 15 литровый кашпо нет вру 20 литровый и вот именно на них я и одевала вот такую мешковину вот сейчас еще у меня тут несколько таких мешков осталось я продолжу это делать вместе с вами также у меня есть тоже с прошлого года друзья вот такая пиларгония она вот в таком ну знаете отжившим свое кашпо который я сегодня тоже попытаюсь задекорировать мешковины надеюсь у меня получится интересно ну и конечно друзья у меня здесь на столе есть питунья выращенные семян уже бедная вся не поражу пыталась засвести прищипывала ее и вот тоже вынесла потому что надо высаживать буду высаживать аж по буду высаживать также друзья полюс посмотрите они какие красивые яркие симпатичные прям уже рвутся дуть ну как даже когда же нас высадят уже посмотрите не просто красотки по-другому сказать не могу я друзья настолько люблю все свои цветы я не знаю они мне все из разряда красоток хотя может быть вам так не кажется и конечно же часть этих цветов у меня сегодня поедет вот в такие кашпо который всю зиму оплетал паша из искусственного ротанга и здесь кашпо самых разных размеров расцветок да на каких-то паши только учился плести какие-то ему уже удавались прям ну я так сказала в совершенстве мне очень понравилось как он оплел вот разные цвета есть оплетал в том числе друзья технический кашпо 20 литровые ведра вот такую 15 литровую бутыль оплел посмотрите тоже получилось довольно интересно ну и разные всякие до старые старые уже отжившие свою кашпо вот и в часть этих кашпо я планирую сегодня что-то высадить часть будем декорировать в общем принимаемся за работу теперь действительно пора разгребать стол мне кажется смотрится уже здесь неплохо хоть оставляй если бы не надо было постоянно косить газон это наверное так все оставила так ну что друзья пойдемте декорировать смотрите вы можете видеть сейчас у меня кто заметил кто внимательный вот такой утеплитель интересный может быть даже многие спросят а для чего он нужен а вот вы знаете друзья мне пришла потрясающая идея как сохранить наше кашпо от перегревания в летний период как для этого я возьму кашпо вот такое с лавандой которую вот я не успела кстати говоря задекорировать а вы знаете друзья я думала на лаванде нет вредителей а они есть они есть и для того чтобы избавиться вот да от вредителей на таких декоративных растениях вовсе не обязательно их опрыскивать можно конечно опрыскив можно друзья взять например октару и просто полить под корень когда мы поливаем октары растений под корень она имеет системные действия буквально через два-три дня все растение у нас становится абсолютно несъедобным более того вредным и ядовитым для всех вредителей и не попросту умирают поэтому обязательно обработка от вредителей в любом случае и будем спасать от перегрева у меня вот высота горшка 29 можно взять чуть поменьше 28 чтобы у нас тут не торчал 28 вот самое то 28 сантиметров и сейчас померю вот здесь диаметр диаметр у меня где-то 90 ну чтобы с прихватом чтобы хватило 97 28 на 97 так друзья делаю все быстро можно сказать на коленке потому что делать не на коленке а как следует совершенно нет в такой период вот 28 сантиметров делаю ну и собственно говоря я могу вообще полностью вот так отрезать сейчас полосу если вы все это сделаете более аккуратно я буду за вас друзья очень рада но мне правда сильно некогда я надеюсь мой глазомер меня сильно не подведет так друзья мои и дальше мы делаем вот так вдруг канцелярские скрепки у меня вот такие друзья вот я их купила на озоне видите вот знаете просто какие-то нереальные это фирма вдруг если кому понадобится вот вы знаете друзья очень крепкие они мне служат всю зиму когда я скрепляю какой-то укромный материал какую-то сетку затеняющего держится всю зиму весной когда снимаю чуть-чуть бывают поржавевшие кстати как вот это это зимы даже вот видно немножко пожелтевшие скрепчика я их опять складываю опять пользуюсь друзья в общем смотрите вот этой блестящей стороной оборачиваем наружу чтобы солнце которые да вот пытается нагреть наш горшок собственно говоря отталкивалась от этой поверхности и горшок наш нагреваться не будет реально очень здорово спасает и вот этот стык я просто скрепляю вот этими скрепками вот и все и все держится на самом деле вот он прекрасно держится супер посмотрите как крепко вот сюда мы подвернули вот эти скрепочки вот они даже не мешаются идеально как мне кажется дальше беру вот этот мешок который я шила уже чехол друзья я шила все вручную на самом деле ничего сложного в этом нет я купила мешковину размером метр 100 до метра 1 на 1 на 10 метров вот кстати она вот в такой упаковке покупала на вальдберрис если будете искать набираете поиски мешковина джутовая и найдете плотность у меня 320 грамм на квадратный метр разрезала вдоль пополам и просто отмеряла брала знаете по диаметру размер до длину в два раза больше чем вот диаметр моего кашпо и все и дальше просто присборивала вот так вот и собирала на резиночку с двух сторон все шила вручную друзья потому что во первых я не швея у меня нет швейной машины я хотела купить но подумала что недорогая машина может не взять мешковину она дорогую не совершенно не хотелось тратить денег потому что это такое возможно мой одноразовый опыт ну и я решила что все буду делать руками обычные стежки обычные нитки и просто ведь по вечерам я сидела знаете смотрела какую-то интересную передачу или слушала какой-то подкаст аудиокнигу и шила его друзья сейчас буду прям при вас одевать смотрите как хорошо мы сейчас эту мешковину оденем на горшок и вот эта вся в этот есть блестящий утеплитель он останется под ней он и действовать будет его будет не видно вы посмотрите какая красота мы убиваем сразу всех зайцев из возможных осталось только одеть и красиво подвязать мне тут слегка помог паша надеть одеть ее да вот так вот и у меня вы знаете вот такие резинки как я уже сказала я просто их присбориваю на нужную мне ширину чтобы у меня было необходимое количество вот этих сборочек но еще раз говорю это еще сборки они обусловлены тем как вы возьмете я взяла вот в два раза больше и просто вот так собирают на резинку все друзья что я планирую как потом это все стирать может кто-то спросит элементарно буду просто снимать и при не при необходимости стирать после сезона и потом опять также одевать конечно сборки уже так и останутся в таком присборенном виде все вот такой один момент один из способов до коры кашпо мне кажется кстати довольно интересный неплохой вот так вот все это убирается так сверху подсобрала не очень красиво к словам и друг друзья попался ну что делать а все от того что стоял не очень близко к свету и вынужден был вот так вот наклоняться но сейчас я думаю на улице все будет развиваться гораздо лучше и также собираю на резиночку вниз всю резинку прячем так дальше чуть-чуть приподнимаю эту всю красоту вообще знаете тут мне кажется чем не брежнее тем может быть даже и лучше и надо стремиться особо какому-то вот это же мешковину я думаю не должно быть вот какой-то там безумной симметрии еще чего-то это все так вот как будто бы на скорую руку и я также купила друзья на вальдерсе вот такую тесьму она у меня двух расцветок есть зеленая есть вот такая но пока я пользуюсь зеленый бежевый мне кажется она как-то совсем сольется хотя возможно тоже будет неплохо и просто перевязываю вот так вот центре меж вот этой вот тесемкой сейчас померяю сколько мне отрезать все мерю друзья мои на ходу прямо ну все на ходу ничего заранее даже не знаю какую тесьму отрезать до сих пор мне предложили использовать такой джет вы канате тоже можно друзья вы знаете он у меня где-то был все честно мне его не хочется искать да и почему-то я изначально планировала использовать вот такую тесьму мне нравится больше но можно конечно и канатиком перевязать вот и все смотрите красиво сердито и в то же время удобно эргономично а наша кашпо теперь не будет перегреваться от солнца и растение будет чувствовать себя в нем гораздо лучше осталось только полить и обработать его от вредителей что надо сделать обязательно так ставлю свою кашпо рядом с другими кашпо лаванды кстати обратите внимание друзья у меня тут есть вот такой вариант изготовления вот этого чехла это был мой первый опыт когда я вы знаете просто его сверху вот так присборила на резинку не оставив вот такую бахрому и потом когда выложил телеграм-канал если вы не подписаны срочно подпишитесь у нас там много интересного мне там девочки посоветовали попробовать вот такой вот бахрому оставить и я действительно стала оставлять мне показалось это интересней но в общем если вам хочется можете также взять на вооружение следующий на очереди у меня азалия вы знаете тоже очень интересный опыт выращивания азалии дело в том что азалия друзья очень легко выращивается семян прям проще некуда и замечательно растет в том случае если первое у вас кислая рыхлая почва второе если у вас полу тенистый участок ну или есть места где хорошая полутень с рыхлой кислой почвой вот у нас на участке друзья нет ни первого ни второго и очень долгое время моя зале который выращивала из семян вот эту азалия выращивал еще в 2015 году вот не поверите выросло огромное количество азалий и как только я пытаюсь пересаживать ее на постоянное место вплоть до того что друзья меня полностью землю высаживаю в эту землю азалию да как-то там ограждают место в земле то есть делаю барьеры препятствия чтобы эта земля не ушла и не сделалась опять суглинистый тяжелый какая у нас от природы на участке у меня все еще не получается потому что со временем вот это суглинок он затягивает этот вес кислый торф вот всю эту необходимую среду и азалий гибнет кроме того солнечно азалий плохо растет на солнце вот реально я загубила огромное количество кустов азалий вот таких взрослых кстати у тех знакомых которым я дарила эти кусты и азалий они уже давно высокие цветут друзья это японские азалии у меня этого не происходит ну и кроме того вот практика опять же последних двух лет она показала что в нашем климате у нас просто какие-то стали происходить дикие возвратные майские заморозки и наши азалии просто не выживают они вернее мерзнут и не цветут вот пойдемте вам одну такую покажу вот пожалуйста свеженький экземпляр вышел шикарно из зимы а была вся в бутонах друзья я даже удивилась было боже мой неужели она свести у меня будет ну и вот возвратные заморозки и полностью убили она конечно не погибла полностью у нее сейчас проснуться еще почки такое было неоднократно ну по крайней мере и в том году было и вот в этом должна проснуться друзья но уже цвести ясное дело не будет ну и для чего мне нужен такой куст азалии вот скажите в открытом грунте вот к сожалению что у нас происходит и поэтому я ничуть не жалею что все оставшиеся свои кусты пересадила в прошлом году вот в таких кашпо который вам сейчас показала у меня их много чтоб 10 наверное я вот только два принесла и я тоже попробую их сейчас красиво задекорировать для того чтобы они так в кашпо и росли и так сейчас также отрежу вот такой кусок утеплителя опять скрепляю скрепочками и и вот это кашпо друзья я хочу задекорировать немножко по-другому мне кажется складочки рюшечки тут возможно сильно не нужны и я хочу попробовать просто обернуть красиво наши кашпо ну вы знаете можно свернуть просто пополам будет неплохо можно принципе разрезать на две части как хотите и я думаю здесь совершенно не нужны складки достаточно вот просто по объему отрезать и обернуть что мы сейчас с вами сделаем кстати друзья имейте ввиду что с мешковиной вот как раз неплохо работать прямо на открытом воздухе в том случае если нет ветра потому что мешковина пыльная если вы будете делать это дома но на самом деле готовьтесь потом делать генеральную уборку что мне пришлось сделать после того как были пошиты все мои чехлы краем правильно ваш говорит нет ваш это кажется это знаете краем я же говорю я не швея как это называется друзья напишите кройка да когда разрезаешь короче срочно напишите друзья я не швея я не знаю как это называется я думаю что я просто режу ножницами вот и все так чуть-чуть друзья хочу под распустить вот этот нижний край но в принципе я думаю что нормально для того чтобы он у нас сейчас смотрелся все достаточно так и смотрите идея у меня какая у идея просто обернуть просто обернуть это кашку и все и мне кажется здесь даже ничего другого придумывать не надо как вам сзади скрепляю друзья точно такими же скрепками можно конечно заморочиться и шить но я этого делать не буду друзья мне просто элементарно некогда я просто беру точно такую же скрепку и точно так же скрепляю сверху и сейчас скреплю снизу можно кстати и скепки скрепки подобрать под цвет мешковины смотрите мне кажется уже неплохо даже в таком виде ну можно конечно опять же таки добавить игривости и вот обернуть каким-то таким бантиком я я не знаю сейчас посоветую спаши какой будет здесь смотреться лучше ваш такой смотри а вы кстати напишите друзья какую понравится больше вам такой цвет или опять зеленый зеленый есть как какой лучше какой лучше цвет решили воспользоваться вот таким бежевым в этот раз как вам результат ваш как себе пупсик пупсик думаешь ну вот такой более строгий вариант вы знаете мне кажется смотрится кстати довольно неплохо знаете даже сама сейчас отошла и так пытаюсь посмотреть вот эту складку конечно можно убрать все это можно чуть-чуть подправить подтянуть можно вообще ничего не перетягивать можно кстати возможно вообще не завязывать никакие бантики оставить как есть мне кажется уже неплохо а вообще друзья вы знаете когда я выложила твои первые работы в телеграм-канал мне кто-то откликнулся из ленинградской области мои подписчики написали да вы знаете мы давно так делаем у кого-то посмотрели тоже то ли в доме отдыха то ли в каком-то санатории были люди увидели привезли домой эту идею и стали делать обалденно все старые кашпо обернулись смотрится превосходно от дождя кстати и ничего не бывает это мешковина она очень быстро сохнет она в принципе не дает сильную усадку но в любом случае да вот мои другие варианты которые со сборочками там есть у меня место на усадку поэтому я думаю чтобы смотреть просто идеально в любом случае посмотрите какая красота опять-таки не видно не видно до нашего вот этого утеплителя который будет предохранять горшок от солнечных лучей и вот так это красиво мы сверху все задекорировали и еще друзья чем удобно вот такой декор который можно снять вот например да если вы планируете как-то прикапывать ваши растения прям в горшках на зиму что я например дело с крупнолистыми гортензиями вот с этими друзья ведь какие они страшные потому что они были в прикопе они просто у нас зимовали в теплице в прикопе сейчас я кстати буду пересаживать 15 литровые кашпо и также декорировать так вот вы просто снимаете этот весь декор убираете всю эту мешковину и опять их прикапываете вот к примеру если я посажу вот эту крупнолистную гортензию да и базалии если вдруг я также соберусь прикапывать кстати говоря зимуют они в прикопе хорошо они вообще хорошо зимуют у них знаете гибнут почки вот именно от возвратных заморозков они не могут их пережить поэтому в принципе прикапывать в горшке именно в теплицу вообще хороший вариант и вот я просто это все снимаю и прикапываю а если я посажу да вот эти вот растения например вот такие кашпо которые уже оплетены ротангом как я их смогу прикопать никак никак мне придется перетаскивать их до куда-то на хранение в подвал таскать вот это вытаскивать потом знаете не все хорошие подвалы у нас например подвал теплый и там растение зимует плохо им там ну не очень хорошо они рано просыпаются рано начинать с вегетации потом повреждаются какими-то вредителями идеально хранить растения в подвале вот таких кашпо друзья если температура у вас подвале не выше пяти градусов тепла вот тогда идеально если она у вас выше а у нас намного выше у нас градусов 13 не меньше вот они рано просыпаются и у вас только одни проблемы так что вот видите тоже такой вариант имеет место быть мне кажется так строго неплохо довольно интересно ну и еще один интересный вариант сейчас прям при вас также буду пробовать его декорировать и это вот такие кашпо который уверен есть у многих ну смотрится знаете уже как говорится сейчас как модно говорить такой себе и во первых точно так же друзья можно обернуть вот такой блестящей тканью чтобы горшок не перегревался но я сейчас это делать не буду я просто хочу посмотреть как будет смотреться декор из мешковины ну начало такой же как случае с предыдущим кашпо я просто хотя знаете я немножечко сейчас делаю по-другому здесь подворот должен быть меньше потому что кашпо повыше и она у меня будет собираться середине да на ножки поэтому сделаем 2 ротик поменьше скрепим опять же скрепочками ну а дальше все просто я думаю уже многие в этом догадались я просто стену эту мешковину здесь у ножки кстати здесь даже не нужна вторая скрепка внизу потому что это и так сейчас все прекрасно все стянется и будет друзья держаться что ж вот таких три интересных варианта декор и кашпо из мешковины друзья мне пришли в голову одно посложнее здесь потребовалась резинка немного времени которые пришлось уделить на шитью ну и собственно говоря зато я думаю вполне неплохо у меня вот с такими сборочками в таком романтичном стиле смотрится лаванда для азалии да я сделала более такой строгий вариант мне кажется он здесь лучше подходит ну и собственно говоря для пеларгоний и вот такого кашпо форме вазы я думаю вполне неплохо подошел вот такой вариант и у меня довольно интересные планы друзья на эти кашпо с пеларгонии на маточники они настолько у меня хорошо сохранились зимой что я планирую сейчас поставить на самые коронные места пока у меня будут подрастать другие растения которые я обычно сажают такие знаете красивые глиняные кашпо ну они у меня не высажены и пока чтобы это место было красиво и временно у меня там займут места вот горшки с пеларгонией а Скрепляю ткань на красавицу. Скрепляю ткань на красавицу розовой пеларгонии. Я надеюсь, будет красиво. Для парадного места, думаю, тоже подойдет. А ты знаешь, если я буду связывать ее опять ленточкой, мне даже не надо, на самом деле, снизу скреплять. Совершенно это ни к чему. Поэтому я думаю, что... Где тут самая красивая сторона-то, которая к солнцу тянулась? Вот, она так мы и поставим, кстати, именно этой стороной. Поэтому именно на эту сторону я сделаю, пожалуй, бантик. ПО-АЛЬНОЕ ВИГРА Кто там затерялся в этих мешках? Кто-то затерялся в мешках? Космос, хороший парень, ты прям под мешки подходишь, ты прям с мешками одним цветом. Ну что ж, друзья, я делаю уже третье кашпо для того, чтобы нам сейчас, Паше, их установить на наши так называемые импровизированные постаменты и уже чтобы, ну, собственно говоря, было красиво. Вот, вот, знаете, прям, ну, чуть-чуть вот подвяло, на солнышке постояло, вот она все-таки была в тени. Ну ничего, Пеларгония придет в себя, чем мне нравится Пеларгония, друзья, и чем для моего участка Пеларгония хороша, тем, что она очень хорошо относится к солнцу. Не все растения любят солнце, но вот как раз Пеларгония солнце любит, солнце обожает и на солнце классно цветет. Видите, какая старушка, друзья, с прошлого года, с прошлого года. Сейчас мы ее чуть-чуть обработаем от вредителей, потом чуть попозже можно подкормить любым жидким цветочным удобрением, и она еще у нас, ого-го, как подсветет. Зеленая лента практически закончилась. Может ее как-то поднять, Паш? Попробовать нам какие-то придумать держатели, да, чуть-чуть ее немножечко приподнять. Потому что еще, знаете, она стояла, клонилась на солнце и отрастила вот такие большие плети. Мне некогда было за ней ухаживать. Я с нее как черенки взяла, так и забыла. И вот сейчас она может просто ее плети от ветра сломаться, особенно если мы ее поднимем повыше, поставим наверх, на постаменты. Она может просто этого не пережить. Поэтому сейчас чуть-чуть мы ей поможем. Ну и, друзья, после декора Кашпо, на самом деле, у меня уже не очень много сил осталось на это видео. И я хочу немножко рассказать вам про посадку в Кашпо. Вот пеларгоний, петуний, да, наших таких цветов, цветов, которые мы все всегда любим сажать в Кашпо. В том числе колесов. Кстати, колесы тоже отлично растут в Кашпо. К колесам единственное, друзья, для хорошего роста нужна, конечно же, полутень. Хотя и на солнце они могут тоже расти. И я сейчас в этом видео расскажу о своем опыте. Ну, давайте начнем с петуний. Это наиболее такое распространенное растение, которое многие из нас сажают, выращивают семенами и потом думают, сколько же штук петуний посадить вот на такое Кашпо. Это кашпо, друзья, на 20 литров. И знайте, что в настоящее время у петуни есть такие сорта, для которых вот именно для одного экземпляра нужны 20-литровые кашпо. Если у вас какие-то простенькие сорта, то хотя бы 5, 6, 7 литров минимум на одно растение вы должны предусмотреть. И поэтому, хотя бы, знаете, я бы сажала, вот предусматривала еще больше места, у петуни очень большая, сильная корневая система. И одно растение, оно способно занять все 20 литров, если вы дадите ему такую возможность. Растение будет большое, цветов будет огромное количество. Если вы еще и подкармливаете, будете летом, ну, несколько раз за лето, не поленитесь, то он вообще будет просто громадный. Поэтому на самом деле вот на такое 20-литровое кашпо можно смело сажать по одному кустику. Петунии, представьте, максимум по две, максимум по две. Вот, я сейчас посмотрю, друзья, как я буду сажать. Не могу сказать, что я суперфанатка петунии, и не могу сказать, что у меня какие-то совершенно там необыкновенные, да, вот этот вот посадочный материал. Друзья, я не увлечена настолько сильно петунией, чтобы, ну, как бы выращивать прям какие-то необыкновенные такие вот саженцы уже посадочного материала. Тем более я, в общем-то, не торгую растениями. Ну, и, в общем-то, вот сколько мне посадить? Ну, максимум два, максимум. Хотя можно и одно растение посадить. В принципе, она не маленькая, и поэтому можно легко всего лишь посадить вот одну штуку. Максимум две. Я даже не знаю, сколько, Паш, будем высаживать? Одно, две. Две. Паша хочет две? Пышная. Она и так будет пышной. Вот многие заблуждаются и думают, что если две, три, а лучше пять, десять не посадишь на такую кашпу, то петунии пышной не будет. Меня, знаешь, Паш, даже часто спрашивают, а ваши розы там, сколько штук у вас? Я говорю, это одна плетистая роза, один саженец. Просто дайте ей место, и она у вас разрастется огромной. Очень часто задают такие вопросы. Поэтому, в принципе, можно и одну посадить. Ну, давайте посадим две. Тогда берем одну. Я придерживаюсь твоего опыта. Моего опыта. Ну, конечно. Ну, тогда берем одну. Вот, знаете, есть такие петунии, Тайдал, например, да, если правильно. Вот, арене произношу. Еще раз говорю, я не увлечена прям сильными петуниями. Но вот есть такие сорта, которым надо 20 литров. Друзья, представляете, реально 20 литров. Они сильно разрастаются, там такие громадные шары. И если вы не дадите такое место вашей петунии, ну, ей будет просто плохо. Вот. Можем посадить вот так одно растение. И просто его поливаем. О, а вода-то кончилась. Так, друзья, вода подъехала. Вода подъехала. Поливаем. И на первое время я вам советую вот такие высаженные кашпо-цветочки оставить немножечко в тенечке. Особенно, друзья мои, если вы не приучали вашу рассаду, ну, вот таким уличным погодным условием. Вот я, например, не приучала. Потому что в этом году у нас, к сожалению, к сожалению, большому были возвратные заморозки. Они были сильные. И не было возможности вообще куда-либо вынести наши растения. И поэтому, ну, вот, имеем то, что имеем. Надо ставить немножко в тенек, чтобы наша петуния привыкла. Потому что если сейчас сразу поставить на солнце, она просто сгорит. Листья быстро сгорят. Она, конечно, потом обрастет, друзья. Правда, обрастет. Петуния, она неприхотливая быстро восстанавливается. Но ей необходимо будет время для того, чтобы прийти в себя. Вот. Вот поэтому лучше поставить в тенечек. По поводу земли не сказала. Может быть, кто-то спросит, какую землю лучше использовать. Вы знаете, друзья, можно пользоваться любой покупной цветочной землей. У нас в этом году вся земля его для кашпо, она покупная. Потому что наш перегной пятилетней давности на основе конского навоза, который мы привозим, ну, там, раз в несколько лет, машиной, он закончился. Хотя я всегда для уличных кашпо использовала именно такую землю. Прямо на основе конского навоза пятилетний перегной. Да-да, с червями, с личинками, со всеми этими делами. Ну, потому что мои кашпо были предназначены для улицы. И, конечно, я не тратилась на покупную землю. Но в этом году земли у нас такой не было. Честно говоря, сваливать ее тоже уже особо некуда. Вот привезти машину куда-то, свалить место ж надо. И поэтому мы решили купить вот землю в пакетах. Обычную, цветочную. Мы купили, друзья, в этом году 7 мешков по 150 литров, то есть тонну земли. И вот сейчас мы эти 150 литров распределили. И у нас получилось 1, 2, 3, 4. Ну, и пятый неполный кашпо. Вот. Но еще земля подсядет. Имейте в виду. Надо ли закладывать какие-либо удобрения? Вы знаете, я бы не стала, если вы любите кормить. А в покупной земле кормить придется. Это не перегной. Вот, кстати, вот так шикарно. У меня цветет, друзья, пеларгония, как раз высаженная. Именно в такой перегной. Вот именно с червями, там, со всеми разными личинками. Правда, перед тем, как занести ее на зимовку на балкон, я, конечно, ее от червей протравила. И от разных там личинок, да, и у меня там сейчас ничего нет. Но, тем не менее, вот здесь как раз вот так шикарно цветет. Я землю не меняла. С прошлого года на основе конского навоза. Обычный перегной. А если мы берем покупную землю, то, конечно, нам придется удобрять. Поэтому запасайтесь любыми цветочными, лучше жидкими удобрениями и с периодичностью, там, раз в 10 дней подкармливайте. Питония это очень любит, как, впрочем, и все горшечные цветы, все у нас любят под кормку. Итак, питонию посадили. Кстати, я еще принесла гелиатру. Ну, вот вы знаете, для меня это редкое такое растение. Я знаю, что многие его любят. Говорят, оно приятно и вкусно пахнет. И у меня всего получилось вырастить 6 вот таких вот саженцев небольших. И, честно говоря, я, друзья, пока не знаю, куда я посажу гелиатру. Пишите, куда бы вы его посадили на моем месте. Кстати говоря, как вы считаете, как он будет смотреться в телеге? Пойдемте посмотрим. Я единственное, друзья, читала про гелиатру, что он любит влагу. У нас, конечно, участок солнечный. И в то же время он любит свет, гелиатру. Вот пишите, подойдет ли он для телеги. Потому что я пока в раздумьях, что посадить в телегу. Когда-то у меня здесь росли колиусы. Это было безумно красиво, безумно. Но с чем я столкнулась, друзья? Вот как раз расскажу про колиусы. Вы знаете, колиусы хорошо растут все-таки в полутене. А участок наш очень и очень солнечный. И когда я вырастила свою рассаду и посадила ее вот на это место, в эту самую телегу, это было позапрошлом году, а мои колиусы, как бы я их не прикрывала и не притеняла от солнца, они все сразу обожглись солнцем. И потом очень долго опять разрастались от основания. Полностью выросли от основания новые кусты, от корня. Но мне пришлось ждать. И телега моя где-то, наверное, чисел до 10 июля была такая себе, не слишком нарядная. Потом, правда, этот колиус разросся. Был очень красивым. Телега была просто безумно красивая, необычная. И мне кажется, никого не оставила равнодушным. И даже те зрители, которым очень тебе не нравится эта телега, мне писали, Светлана, какая же у вас красивая телега в этом году. Вот, но я сейчас думаю, а не посадить ли мне сюда гелиотроп? Тоже будет необычно, голубые цветы, приятный запах посреди участка. Но, друзья, вот еще о чем подумала. Гелиотроп, насколько я о нем прочитала, так же, как и колиус, не выносит малейшего заморозка. То есть даже ноль для него губительно. Вот как раз в тот год, когда я высаживала в это место именно колиус, у нас была такая ранняя, ранняя такая нехорошая осень. 1 сентября были заморозки. Прямо никогда не забуду. И колиусы сразу все померзли. Сразу все померзли. Телега стала уже в сентябре некрасивая. Мне пришлось их убирать и просто поставить сюда питонию. Питонию, таких у меня, знаете, небольших кашпо было. И вот питония как-то скрасила нам в сентябре существование этой телеги. Поскольку питония, растение, более морозоустойчивое, она выносит даже легкие заморозки. Питония не мерзнет. Она может и минус 2, и минус 3, и даже, мне кажется, до минус 5 она выдерживает. Вот. Также, друзья, можно, конечно же, посадить и мою красавицу пеларгонию. Она росла мне в том году. Было неплохо. Но мне вот почему-то хочется в этом году что-то новое. Может, плюс листную пеларгонию. В общем, друзья, я, наверное, в этом видео не буду высаживать в телегу растения. Я оставлю это такой некой загадкой или на конец этого видео, или на следующее видео. А вы пишите. Может, я вообще ничего пока не посажу. Я почитаю ваши рекомендации, комментарии, и, может быть, действительно возьму что-то из ваших рекомендаций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну и я не могу. Не могу вам не показать, как красиво смотрятся бегонии. Вот в таком кашпо. Оно небольшое. В этом году я попросила Пашу специально мне для четырех оставшихся клубней бегоний, которые у меня остались после того, как я потеряла всю свою коллекцию. Я снимала об этом видео, друзья, зимой. Я вот решила посадить их вот такие. Кашпо. И кто не смотрел видео, оно выходило в дзене, как я высаживала в кашпо. Наши бегонии. Если вы на дзен не подписаны, друзья, ну, не знаю, почему вы до сих пор не подписаны, срочно подпишитесь, потому что именно там выходило видео по посадке вот этих бегоний вот в такие небольшие кашпо. И для бегонии, друзья, большие кашпо не нужны. Бегония у нас любит широкие кашпо, но не глубокие, потому что она клубневая, речь о клубневой бегонии. Ей не надо очень много места. И кашпо на 6 литров, а именно на такой объем у меня рассчитана вот эта кашпо, ей вполне достаточно. И, друзья, при посадке бегоний, опять же говорю для тех, кто не посмотрел видео в дзене, мы не заглубляем, видите, мы не заглубляем его вот эту луковицу, мы даже оставляем клубень немножко на поверхности и подсыпаем постепенно потом. Также, друзья, знайте, что бегоний крайне не любит перелива и лучше ее пересушить. Лучше ее не долить, забыть полить, пусть земля будет совсем сухая, но только не переливайте. Потому что в клубне содержится большое количество запаса влаги и, поверьте, бегоний вполне хватает. Поэтому лишний раз не поливайте. Для тех, кто любит меня спрашивать и задавать, друзья, один и тот же вопрос, на который я отвечаю, устаю, но отвечаю, как у меня все эти кашпо, главным образом бегонии интересуют, стоят на улице и заношу ли я их от дождя. Нет, ничего никогда не заношу, в том числе бегонию. Если вы сделали хорошее дренажное отверстие, а у меня везде дренажное отверстие, то это вполне хватает бегонии для того, чтобы пережить даже самый сильный дождь. Ну уж если только совсем ураган, в этом случае я, конечно, ее заношу. Но это бывает, знаете, не чаще одного-двух там раз за лето, когда я заношу бегонию, в случае, если это очень сильный ветер, чтобы он просто не перевернул горшки, кашпо. А так, в общем-то, дождь ей не мешает. Вот, кстати, что касается бегонии, ей вполне хватает природных дождей. Вот природные дожди есть, ей достаточно. Если уж там неделю целую нет дождя, тогда я раз в неделю ее полью. То есть бегонии у нас, друзья, перелива не любят. Также у меня уже просто, друзья, нет возможности показать вам посадку этих цветов дальше. Посадочного материала у меня много. Но если кого-то будет интересовать, друзья, есть еще пеларгонии плющелистные. Я в этом году много вырастила черенков. Они мне просто сейчас не здесь, они мне в сеплице, не пойду за ними. Друзья, плющелистная пеларгония очень красива. Она, знаете, такая каскадного типа. Она, вот у нее такие свисающие побеги, красиво цветущая, любит солнце, хорошо переносит жару. Поэтому если вам встретится плющелистная пеларгония, или вдруг вы вырастили семян, или начеренковали, ей тоже надо большое кашпо. Я сажала эту пеларгонию в 20-литровое кашпо, и она вся ее осваивала полностью. И это был неимоверный по красоте куст, цветущий все лето. Очень хорошо, кстати, перезевает зиму, так же, как и обычная пеларгония. Да, если вы просто занесете на балкон или поставите в подвал, она перенесет такую зимовку. И, в общем-то, вот, кстати говоря, говорят, гелиотроп плохо переносит зимовку, если кто-то пытается его передержать дома. А вот все, что касается пеларгонии, зональной плющелистной, она переносит очень хорошо. Колиус, друзья, переносит, но не всегда. Его можно занести только для того, чтобы потом начеренковать. Колиус по-любому черенковать придется. А вот пеларгония, она, кстати говоря, и без черенкования у вас на следующий год будет так же цвести. О чем я еще не рассказала? Что у меня здесь, друзья, под руками? У меня здесь традисканция, которую, еще раз говорю, с советских времен вообще не сажала. И я, знаете, она настолько красивая, мне прислала ее Настя, как я уже сказала. Настя, она потрясающая, она такая жирная, она такая красивая. И вы знаете, друзья, вот напишите, куда лучше посадить традисканцию? Честно говоря, я не знаю, в условиях Подмосковья будет ли она расти на солнце, так как участок у нас солнечный. Или все-таки лучше для нее определить какое-то полутенистое место. И, конечно же, традисканция – это у нас растение вьющееся. И для того, чтобы красиво украсить есть придомовую территорию, надо предусмотреть какие-то подвесные кашпо, которых у меня тоже в данный момент нет. И об этом, обо всем я еще буду думать. А также, друзья, я, конечно же, еще буду пересаживать в кашпо свою крупнолистную гортензию, буду расширять им дома и пересаживать. И обо всем этом, друзья, еще, конечно, буду рассказывать, показывать в своем телеграм-канале. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, на наш Яндекс.Зен канал. Ну, очень красиво получилось. А ты порог видел? Пойдемте. Это то, о чем я мечтала, друзья, сбылась моя мечта. Именно так я видела лаванду, я хотела ее поставить вот так на порог, наслаждаться ее красотой. Она сейчас будет очень красиво свисти. А еще, друзья, она очень классно пахнет. И мне кажется, вот я не могу не представить ничего лучше здесь, чем лаванда. Кроме того, друзья, это солнечное крыльцо, солнечный порог. А лаванда у нас ну очень сильно любит солнце. Она просто не может расти без солнца. И, кстати говоря, ее не надо переливать. Лаванда с большей долей вероятности, знаете, перенесет засуху, чем она перенесет, вот если вы ее там подтопите. Поэтому не переливайте. Что ж, друзья, вот такое видео у нас сегодня получилось. Я надеюсь, оно было для вас полезно, интересно. Если это так, ставьте этому видео лайки. Не забывайте подписаться на все наши каналы в Телеграм и в Яндекс.Дзен. Все, кто подписан на наш Телеграм-канал, вот это все уже видели неделю назад, а вы только сейчас. И, конечно же, в Яндекс.Дзен. Там видео выходит каждый день. А я с вами прощаюсь, друзья. Всем пока. Паша, я сейчас думаю только об одном. Почти ночь, комары кусают, а вот это все еще надо как-то убрать. Потому что это нельзя оставлять. Завтра выглянет солнце, и этому всему будет хана. Нужна полутень. Кроме лаванды. Она у нас привыкла к солнцу и, в принципе, к пеларгонии так же. А вот это все еще надо как-то убрать.